Граница Туркменистан-Узбекистан-Среднюю Азию в XIX веке, аннексировав ранее независимые Коканское и Хивинское ханства, а также Бухарский Эмират. После того, как коммунисты пришли к власти в 1917 году и создали Советский Союз, было решено разделить Среднюю Азию на республики по этническому признаку в процессе, известном как Национальное территориальное разграничение, или НТД. Это соответствовало коммунистической теории, согласно которой национализм был необходимым шагом на пути к коммунистическому обществу, и определению Иосифом Сталиным нации как исторически сложившегося, стабильного сообщества людей, сформированного на основе общего языка. Территория, экономическая жизнь и психологический облик проявляются в общей культуре. НТД обычно изображается как ничто иное, как циничное упражнение по принципу «разделяй властвуй». Преднамеренно макеавеллистская попытка Сталина сохранить советскую гегемонию в регионе путем искусственного разделения его жителей на отдельные нации с намеренно проведенными границами, чтобы оставить меньшинство внутри каждое государство. Хотя на самом деле советы были обеспокоены возможной угрозой понтюркского национализма, как выражено, например, с движением басмачей 1920-х годов, более детального анализа проинформировано первоисточников красок гораздо более полную картину, чем обычно представлен. Советы стремились создать этнически однородные республики, однако многие территории были смешанными в этническом отношении, например, Ферганская долина, и часто оказывалось трудным дать правильные этнические ярлык некоторым народам, например, смешанным таджикско-узбекским сортом или различным народом. Туркменские, узбекские племена вдоль Амударии местные национальные элиты решительно аргументировали, и во многих случаях преувеличивали свою позицию, и советы часто были вынуждены выносить решения между ними, чему еще больше мешало отсутствие экспертных знаний и недостаток точных или актуальных данных. Этнографические данные по региону Кроме того, НТД также нацелена на создание жизнеспособных организаций, в которых также должны приниматься во внимание экономические, географические, сельскохозяйственные и инфраструктурные вопросы, зачастую превосходящие этнические. Попытка уравновесить эти противоречивые цели в рамках общенационалистической структуры оказалась чрезвычайно трудной и часто невозможной, что привело к черчению часто мучительно запутанных границ, множеству анклавов и неизбежному образованию больших меньшинств, которые в конечном итоге стали жить в неправильная республика. Вдобавок Советы никогда не предполагали, что эти границы станут международными границами, как сегодня. НТД области по этническому признаку была предложена еще в 1920 году. В то время Центральная Азия состояла из двух автономных советских социалистических республик АССР, в составе Российской СФСР, Туркестанской АССР, созданной в апреле 1918 года и охватывая большую часть территории нынешнего Южного Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Туркменистана, и Киргизской автономной советской социалистической республики Киргиз. Киргизская АССР Киргизская АССР на карте, которая была создана 26 августа 1920 года на территории, примерно совпадающей с северной частью сегодняшнего Казахстана, в то время казахов называли киргизами. А то, что сейчас является киргизами, считалось подгруппа казахов и именуется кара-киргизы, то есть горные черные киргизы. Были также две отдельные преемники Республики Бухарского Эмирата и Хивинского ханства, которые были преобразованы в Бухарскую и Хорезмскую Народные Советские Республики после захвата Красной Армии. В 1920 году, 25 февраля 1924 года, Политбюро и Центральный комитет Советского Союза объявили, что они продолжат НТД в Средней Азии. Процесс должен был контролироваться специальным комитетом Центрально-Азиатского бюро с тремя подкомитетами для каждой из основных национальностей региона – казахов, туркменов и узбеков – сработать тогда очень быстро. 21 изначально планировалось сохранить Хорезмскую и Бухарскую ПСР, однако в конце концов было решено разделить их в апреле 1924 года из-за часто громкого протеста их коммунистических партий. Хорезмские коммунисты, в частности, не хотели разрушать свою ПСС, и их пришлось сильно вооруженные, чтобы проголосовать за свой распуск в июле того же года.